Жители металлургического района объединились против строительства аптеки. На площадке не рабочие срубили березы и ивы, как жили бы. Местные пришли в ужас и вышли спасать зеленые насаждения. Как отреагировали в мэрии в репортаже Артура Ишкуладова? Я как глянула, я поразилась, меня аж вот заколотило. Думаю, это что такое? Ранним утром жители металлургического района спешат к ДК строителей. Там на месте сквера появился забор, работает трактор, местные пытаются отстоять зеленые насаждения. Строители возводят новую аптеку, под застройку вырубили деревья, под снос пошли березы, липы и ивы. Это для жительницы металлургического района Лидии Николаевой стало ударом. Все так было красиво, облагорожено. И очень жаль, что сейчас вот это нарушается. Это такое, ну красивое же, очень красивое у нас всегда у центрального клуба было. Против строительства жители бастуют в социальных сетях, приходят к месту застройки. А ситуацию узнали в мэрии города. Глава Челябинска потребовала стройку остановить. С этого года я вам уже говорила, что каждое разрешение на строительство выдается после того, как вы выезжаете на место только и смотрите. Значит, здесь дано поручение Кутепову, начальнику вашего управления, которое вы курируете, подготовить отмену разрешения на строительство. Сразу после заявления мэра подготовили распоряжение об отмене строительства. Но сегодня утром в нашу редакцию прислали видео, на котором трактор продолжает работать. Как оказалось, застройщик просто закапывал котлован, который рабочие вырыли выходные. Сегодня рано утром Наталья Петровна лично встретилась с застройщиком, с Андреем Аликиным. Он получил постановление о том, что разрешение строительства приостановлено. Все работы на данном участке на данный момент он остановил. Утром сегодня закапывал яму, которую успели вырыть вчера. И сегодня он отправился в администрацию района с тем, чтобы начать диалог с жителями. Чтобы получить разрешение на строительство, застройщику нужно было обосновать необходимость аптеки в этом районе. Правда, по словам местных жителей, там шаговой доступности и без того. Пять фармацевтических точек. К проблеме подключился депутат Госдумы Владимир Бурматов. Удалось нам подключить полицию к этому. И на сегодняшний день стройка остановлена. Сейчас застройщика обяжут привести все в нормативное состояние. Засыпать те ямы, которые он успел выкопать. И дальше, по моему мнению, надо благоустраивать этот сквер. Бьют тревогу и краеведы. Дворец культуры строителей – объект культурного наследия. А новая аптека рядом явно ударит по историческому облику металлургического района.